Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дежурный юрист Дежурный юрист Скажите, а без доверенности Чем доверенности нет в отделении банка? Зачем она вам? Как это зачем она нам? Ну вы, я так понимаю Она у нас есть, будьте уверены А еще вот вы все звоните и почему-то Какой-то доверенности У нас не первая сотня клиентов Мы точно уверены, что доверенность вам не нужна Клиент пишет с нашей помощью вам письма От устного формата общения он отказывается Ему это не нужно В формате правового поля Он эксплуатирует все, что ему предоставлено Конституцией То есть мы ему помогаем Мы вступили в цивилизованный конфликт с банком Зачем же вам доверенность? Вот лично вам зачем доверенность? Вы представляете его интересы, правильно? Да, да, да Он нам написал нотариальную доверенность Заключил с нами Где же? Где же доверенность? У нас в офисе Не важно не на слово вам поверить? А зачем вам доверенность? Вот вы начали мысль развивать Я готов был продолжать, собственно говоря, дискуссию Вы хотите сказать, что на каком основании Вы будете нам давать информацию Я правильно понял? Естественно Так вот, нам от вас никакой информации не нужно Он предоставил все документы И та информация, которая нам будет необходима Мы у вас ее запросим в письменном формате И вы обязаны будете нам ее выдать Вы же представляете его интересы Все верно, да Контекст вопроса Да, еще раз констатирую факт Мы представляем его интересы Зачем нам предъявлять вам доверенность? Как вы можете представлять чьи-то интересы без доверенности? Что вы? Сейчас меня не слышали Я еще раз повторяю Доверенность лежит у нас в офисе Нотариально подписанная доверенность Договор заключен На юридическое сопровождение Нам от вас информация никакая сейчас не нужна Вы мне позвонили Да, позвонили точнее клиенту Да, я не вам позвонил Да, я и говорю Да, вы позвонили клиенту Попали на представителя этого клиента И в общем-то, если не хотите продолжать дискуссию Да, ради бога Я не могу быть уверенным Потому что я общаюсь с доверителем С каким-то Либо с доверенным Скажите, пожалуйста Потому что доверенности нет никакой Выражаясь вашими словами На каком основании я должен вам доверять Вот просто голос из трубки На каком основании? Ну на каком? На том, что вы сказали, что вы представляете компанию Ренессан Этого мало Компанию нет Я уверен, что у вас точно нет доверенности от этого банка Вот у меня есть доверенность на нашу организацию А у вас ее нету А какая у меня будет доверенность А понимаете, вот есть закон Это мой трудовой договор Мой трудовой договор Но я же вас его не требую Сейчас пришлите сейчас клиенту трудовой договор Что господин Котов будет ему звонить Вам нужна информация Вы звоните и вам нужна информация Так вот, правильнее мне потребовать Точнее, мне как представителю моего клиента Потребовать у вас правоустанавливающие документы Не задумывались над этим? А вы у меня их требуете Мне не нужна от вас никакая информация Слушайте меня внимательно Я внимательно слушаю Я бесполезную дискуссию вести не намерен В таком случае никаких доказательств Что вы являетесь представителем по доверенности у нас нет Соответственно, в течение суток необходимо Чтобы Евгений Олегович с банка в Ренессанс кредит связал Кому необходимо? Кому необходимо это? Необходимо и банку Необходимо клиенту нашего банка Нет, подождите Клиент ведет четкий, полноценный, цивилизованный конфликт Отправили письмо в банк Это ваша прихоть, господин Котов Это ваша прихоть Вы разберитесь в законах Я надеюсь, ваши 25 лет У вас еще недостаточно жизненного опыта Чтобы вступать в полноценную дискуссию с юристом 12-летним стажем Слышите, да? Я сомневаюсь, что вы юрист Что вы не поняли? Я говорю, сомневаюсь, что вы юрист Ну это ваше право сомневаться Правильно Я не пытаюсь не заседевать В течение суток И доказывать От Евгения Олеговича Почему вы перебиваете? Вот вы компетент Ты мне позвонил И я могу выбирать формат диалога Мне совершенно спокойно разрешили это делать Мне вообще сказали посылать всех, кто звонит Мне мой клиент сказал Посылай всех, кто звонит А я вас не посылаю Вам еще очень хорошо На ютюбе я выложу точно Да-да-да, это тоже с разрешения клиента Там будут звучать все наши с вами фамилии Мы ничего не скрываем Хорошо Еще есть вопросы, которые могли бы вас немного... В течение суток ожидаем банка от клиента нашего банка Ожидайте, ожидайте В отделение банка не перезванивайте Его ответ будет дефиксирован как ответ по умолчанию Давай письма